Всем привет! Это будет вторая часть про то, как я съездил в Киморен, ну, то есть не вторая часть, а вторая партия, второй тур. И вот раз покажу только свою партию, которую я сыграл. В первом туре я легко выиграл у соперника с мега опасным рейтингом 1095. А во втором туре уже было все поинтереснее, потому что мне достался рейтинг фаворит. Ну, то есть их там было два человека с рейтингом 2056. И один из них достался мне. И, как ни странно, вот Бережков Андрей 2056. Неплохой рейтинг КМС. Но у него первый разряд всего лишь. Хотя это довольно-таки странно. Первый разряд с рейтингом 2056 это что-то не то. Я играл белыми и просто посмотрим, что было в этой партии. Я, как обычно, до 4 пошел. Последовало кони в 6. И вот в этом турнире такая особенность. Я играл абсолютно свои дебюты. Что значит? Вот если вы посмотрите на мои блиц-партии. Там на Личейсе, на Чизкоме, где угодно, где я играл. Абсолютно то же самое я катал на этом турнире. То есть последовало конь в 3. Ж6. Слон Ж5. Это вы все могли видеть в моих блиц-партиях. Слон Ж7. Конь Б, Д2. Рокировка, Е3. Я стандартно для себя расставляю, что уже не один раз. Или даже не одну сотню раз уже расставлял белыми. Слон С4. Ну вот если Д5 вместо Д6. То есть просто слон Д3, С3. И продолжаем вот эту бодягу возить. А на Д6 можно слона ведь поактивнее поставить. Тем более на Д3 он где-то там под Е5, Е4 можно попасть. При случае. А если он пойдет Д5, то я пойду опять слон Д3. Мне как-то это не страшно. Конь С6. Ну я не уверен, что коню тут самое место. Хотя он, конечно, готовит ход Е5. Рокировка. Е5 последовало. И сейчас я просто покажу, к чему я стремился. Белыми в этой позиции. Какой рисунок борьбы. Я пошел С3. Но теперь вот сразу Е4 играть, конечно, нельзя. Из-за того, что связка, конь связан, да. Значит, надо это подготовить. И он начал этим заниматься. Мой соперник, он пошел А6. Слон Ж5. Ну продолжается коня связку. И Ж5. Ж5, чтобы в конец избавиться от этой связки. Ну, конечно, бить на Ж5 конем. Потом слон Ж5. Это авантюра в классику так играть. Там, конечно, ничего быть не должно. Потому слон Ж3. И вот теперь-то он может завинуть Е4. Но у меня этот расход вполне устраивал. Е4. Конь Е1. Д5. Ну, слона на Б3 как-то ставить вообще неохота. И вами партия. Я, естественно, почти не думаю. Слон Е2. Тут ему самое место. Конь Е7. И С4. И С6. И получилась французская защита белыми. Белыми. С таким только исключением, что слон мой стоит на Ж3, а не на С1. То есть, все. Вот если посмотреть. Е5, С5, С3. Структура такая же абсолютно. А она мне знакома. Потому что черными я французскую постоянно катаю. И катал, я еще, наверное, буду катать очень долго. Так. Сейчас возвращаемся. Слон Е2. Конь Е7. С4 и С6. То же самое по структуре. Ладья С1. Конь Е8. Потому что, ну, очевидно, он готовит и в 5, и в 4 атаку. Как и в французской защите. Белые делают. А он занимается этим черными. Хлопнул. Хлопнул. Ф3, ну, надо подрывать. Стандартный подрыв для французской защиты. Ф5. Ну, надо бить. Иначе он может реально там задвинуть. Это может оказаться реально неприятно. Я могу доиграться. Потом надо взять. ФЕ. Ну, теперь, чтобы ладья его не мозолила глаз, плениев, я снял фигуру. И теперь, как и во французской защите, мне надо докопаться до пешки Д5, которая отсталая. То есть, позади ее никто не защищает из пешек. Ни на линии С, ни на линии Е. Иначе надо как-то просто на нее навалиться. Напасть. Каково же было мое удивление, когда я сыграл тут ферзь Б3. Опять-таки, абсолютно стандартно для французской защиты. Ферзь там на Б6 вылетает, а у белых на Б3. Начинаю вот так долбить по этой пешке, так приставать. И создал незаметную угрозу такую. Взять конем на Е4, пользуясь тем, что сверзка. И почему удивление? А удивление было потому, потому что он зевнул. Он зевнул просто, что, ну, как бы я напал на Е4. Он не заметил, что сверзка. Что довольно-таки странно. 2056, первый разряд. Времени 90 плюс 30. Ну, и он долго думал. Он реально долго думал в этой позиции. Что же делать? И сыграл конь в 5. Я удивился, потому что, как бы, пешка Е4 висит. Почему я ее не могу взять? Где подвох? Я начал думать, считать. Понял, что никакого подвоха нет. Все перепровел и спокойненько взял на Е4. Реально, просто зевок оказался. Теперь король Аш7. Вот теперь мой конь на Е4 завис. Комб говорит, и, наверное, так и надо было, конечно. Какой там конь С3 ход. Ну, меня смущало, что ферз переставал защищать пешку Е3. Хотя там интересные какие-то там фигуры подвисают у него и так далее. Я же решил сыграть плотно. Конь Д2. Просто отошел. Пешку Е3 продолжаю охранять. Он взял на Ж3. Аш же. Ну да, он мне испортил немножко песочки на королевском фланге. Но лишняя пешка лишней не бывает. Как известно. Потому все-таки приятно такую позицию катать. Ферзь Д6. Напал на Ж3 сразу. Но. Конь Ф3. Я пошел. Я считал. Считал вот в этой позиции. Что тут происходит. Как, чего. И понял, что защищать Т3 и не надо. А можно сыграть Конь Ф3. А вот если он возьмет на Ж3, что не было в партии. Его могли ждать проблемы. Тем более, если бы он играл не точно и мог ошибиться. Смотрите. Конь Е5. Конь Е5. Ну, после коня ставим центр. На Д5 висит. Заодно. Что делать. Если сыграть Конь Ф6. Ну, понятно, что нельзя слон Е6. Из-за Ферзь Б7. Шах. Шах на короля. Нападение на ладью. Конь Ж7. Конь Ф1. Не сразу забираем ладью. А сперва. Играем Конь Ф1. Мы нападаем на Ферзя с темпом. И защищаем пешку Е3. А потом мы съедим ладью. И легко выиграем. Ну, понятно, что так сделать не надо. Потому, вообще, слон Е6 не идет. А вот Конь Ф6 я рассматривал. Вполне логично. Защитить пешку Д5. Таким образом, Конем. Но. Ферзь Д3. Шах. Что делать. На КГ8 я вылечу Ферзь Ж6. Шах. И там просто убью его. Поэтому, вроде логично, пойти КХ8. Но. Варианты не заканчиваются. Вот. Чего удобнее. Я воин партии это посчитал. Считается довольно-таки легко. Потому, что ходы естественные. Конь Ф1. Ферзь под боем. Единственная клетка. Это Ферзь Х4. И вот тут я Конь Ж6 досчитал. Видел, что вилка выигрывает Ферзя. И на этом вариант прорывал. Ну, белый пост Ферзя выигрывает. Это понятно. Но. Так сыграны. Не было, к сожалению. И. Мой соперник Бережков Андрей сыграл. Слон Ж7. Слон Ж7. Ну, ход как ход. Ну, а теперь я все-таки, проявляю свою плотность, сыграл Конь Ф1. Все-таки, надо прикрыть и пешку Е3, которая отстала. И теперь у меня ее надо придерживать. И пешку Ж3, главное, я защитил. А он сыграл Слон Ф5. Ну, поэтому, у меня там какие-то идеи вылететь по белопольной диагонали. Король сместил вот эти его надвижения. А6, Ж5. Сильно оголили его короля. Хотя, если как-то удастся по белым полям заехать, у меня будет, ну, просто шикарная и мощнейшая атака. Потому, конечно, он играет Слон Ф5. Хороший ход, ну, и нельзя брать на Б7. Ну, то взять-то можно. Я посмотрел, но это явно мне не устраивало. Потому, что Ферзь бьет Б7. Ладья Б8. Ферзь бьет А7. Ладья бьет Б2. И черные какую-то контр-игру получают. Они активизируются. Меня это вполне не устраивает. Никаким образом. Потому, что я посмотрел, конечно, я эту пешку брать не стал. Ну, зачем сопернику давать какие-то шансы на контр-игру? И ее надо сразу пересекать. Потому, ладья С5. Я просто наваливаюсь на пешку Д5. Я уже говорил, что мой объект атаки – это пешка Д5. Его целенаправленно просто давлю. Плюс черные еще и решились, довольно-таки глупо, пешки Е4. Да? Конь Ф6. Он защищается. Ну, теперь Конь Е5. Шикарно встал. Б6. Ладья С6. Было сыграно. Ферзь Е7. Вот тут я опять долго считал. В чем идея позиции? Что делать? Слон очень сильный, белопольный. У черных. Защищает белые поля. От него надо избавиться. Избавиться, пытаться. И потому, вполне очевидные ходы. Ж4. Я хочу его выбить с этой диагонали. Б1. Х7. Ну, он, конечно, будет упираться. Теперь Конь Ж3 снова навалился на этого слона. И от размена этого слона он никак не убережется. То есть, моя позиция становится еще лучше. Конь Д7. Ну, вот тут я, конечно, это, пользуясь тем, что у него уже был цвет. Он очень долго думает. Очень долго думает. Хотя в Блиц у него две 173. И вот после турнира, 7 января закончилось основное соревнование классика. А восьмого был Блиц в турнире, который он вырубил. 10 из 12. 4 ничьи. Остальные победы. То есть, в Блиц он катает буздрав. Но вот тут он долго думал. И оказался в сильном цветноте. А я отыграл относительно знакомые схемы. Я тогда в Блиц в инете уже катал такое. И у него мало времени. Зачем меняться? И я просто ушел обратно. Никаких разменов. Под цветнот. Наоборот, надо обострять что-то. Ладья Е8. Ну, теперь я могу спокойно вырубить этого слона. ДЕ. Конь Д2. Конь Д2. Я напал на пешку Е4. Кажется, что она дважды защищена. Ферзем и ладьей. Но это не так. Потому что я просто гражу взять на Е4. И нельзя брать ферзем из-за слона Д3. И будет связан ферзь черный проиграл. Это такая мини-угроза с моей стороны. Но она реальная. Значит, надо что-то делать с ней. Он сыграл конь в 6. Защитил пешку. Теперь ферзь С4 я сыграл. Просто занял линию С. Вот тут я помню, я долго думал. Уже я. Что делать? И не знаю. Не надо что делать. Делать просто какой-нибудь плотный укрепляющий ход. Это ферзь С4. Поплотнее по линии С встал. Поле Д5 контролирую, чтобы конь не прыгал. Где-то ладья С7 хотел сыграть. И так далее. Ладья Д8. Вот это явная ошибка с его стороны. Ну, начал сыпаться. Это сразу чувствуется, когда соперник сыпется. Потому что ладья Е6. Падает пешка Е4. Ферзь Д7. Конь бьет Е4. Вот. Вторая лишняя пешка. Легко выигранная позиция. Белые поля свистят. Все очень тухло и печально. Конь Д5. Еще один зевок. Прям два подряд. Потому что... Ну, очевидно. Ладья Д6. Ферзь Д6 с отчаянией. А что делать иначе я просто хочу фигуру забрать на Д5. Он долго опять думал. Видимо, не знаю. Решение так себе. И... Тут я опять начал смотреть, что... Где-то... Где-то... Я не говорю прям конкретно сейчас. Просто витает идея в воздухе такая. Это где-то он может побить на Е3. Где-то я могу накосячить. И может где-то слон на Д4 треснуть. И это будет непрямо по диагонали. Вот. И просто чисто профилактический ход. Это король. Аж один я сыграл. Чтоб не было никаких идей даже. И мыслей у него. Насчет диагонали вот этой. А7 в Ж1. Просто увел короля. Чтоб в будущем ничего не зевнуть. А он-то зевнул очередной раз. Вот сколько ошибок подряд. Когда плохая позиция, ты начинаешь делать еще более плохие ходы часто. Ну вот король Ж8 просто зевок в один ход. Из-за ответа слон Ф3. И КНД5 падает. То есть он еще теряет материал. И уже вот тут он сдался. Потому что вот реально вот тут уже катать нечего. Ферзь против ладьи. Центральные пешки. Никакой компенсации. И он сдался. Вот так вот второй тор закончился. Довольно-таки такая чистая победа. С моей стороны. И очень много ошибок с его стороны. На 2056 он по-моему даже и близко не сыграл. А на этом все. В следующий раз я покажу очередные туры. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok